МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В конце 2014 года с Землей может столкнуться километровый астероид. С таким сенсационным заявлением на днях выступили американские астрономы. Космическое тело зафиксировали осенью прошлого года и сразу внесли в список особо опасных. Спрогнозировать последствия его падения пока сложно. Однако астрономы готовятся к самому худшему сценарию. Если небесные тела все же встретятся, то, может быть, полностью уничтожено все живое на одном из континентов. Космическая угроза. Ученые не всегда могут ее предсказать и пока не готовы с ней бороться. Каждый день появляются все новые объекты, опасные для жизни на нашей планете. Опасные орбиты. Ледяные кареты, которые несутся из глубины Вселенной. Какими катастрофами грозят нам неожиданные космические гости? И что еще ждать человечеству от посланцев из других миров? 15 февраля 2013 года в небе над Челябинском произошло то, что может повториться в любой момент. На город с миллионным населением обрушились осколки космического тела. По количеству пострадавших падение этого метеорита не имеет аналогов в мировой истории. Спустя полгода со дня озера Чебаркуль водолазы подняли осколок весом в 500 килограммов. Как заявили специалисты НАСА, Челябинский метеорит стал самым большим после Тунгусского. Взрыв метеорита сопровождался ударными волнами, ранения от которых получили более полутора тысяч человек. Космические тела весом от песчинки до нескольких сотен килограммов и даже тонн падают на нашу планету постоянно. Ежегодно Земля принимает на себя метеоритный поток общей массой более 21 тонны. Куда упадет следующий пришелец из космоса? И каких жертв стоит ждать Земля? Только с начала прошлого века учеными зафиксировано 606 случаев столкновения с крупными метеоритами. Четыре самых больших в мире метеорита упали на территорию России. В 1908 году взрыв космического тела в тайге в районе реки Подкаменная Тунгуска повалил лес на площади 2000 квадратных километров. Такая же картина, но в меньших масштабах, наблюдалась после падения болида в Иркутской области в 2002 году. В 1947 году Сихоталинский метеорит массой 23 тонны раздробился и в виде метеоритного дождя выпал в Уссурийской тайге. Последним из задокументированных стал Челябинский. Все метеориты последних столетий имели не такие уж большие размеры в космическом масштабе. Челябинский метеорит имел размер 18 метров. То есть это эдакая пятиэтажка, прилетевшая из космоса. Тунгусский метеорит порядка 40-50 метров. То есть это уже девятиэтажка. Но в масштабах Солнечной системы это метеориты малышки. А вот если на Землю упадет астероид размером в 150-200 метров, то угроза исчезновения нависнет над всей цивилизацией в целом. Невероятно, но катастрофу, которая однозначно привела бы к гибели всего живого на нашей планете, не так давно астрономы наблюдали воочию. В 1994 году Юпитер спас Землю от падения кометного поезда шумейкеров Леви, который рухнул на планету со скоростью 64 километра в секунду. Это было первое наблюдение столкновения двух небесных тел в Солнечной системе. В марте 1993 года смертоносную комету обнаружили астрономы Евгений и Каролина Шумейкер и Дэвид Леви. К моменту открытия она уже распалась на 21 фрагмент и представляла собой цепочку в 200 тысяч километров. Если бы Евгений Шумейкер, точнее его жена, если бы жена в эту ночь не спала, вернее спала, то она бы на маленьком ручном телескопе обнаружила смещение светящихся точек. Потом, когда она принесла фотографию мужу, ну и Евгений сказал, что это новая комета. И тогда подключился астроном Леви и появилась комета Шумейкера Леви, о которой весь мир не знала, она уже летела к Земле. И мы не знали, что она нам несет. Вот, и слава богу, что она пролетела мимо, обернулась вокруг Солнца, вернулась мимо Земли. И вот что самое главное. Она расчленилась чуть не на 20 частей. Вот как расцепляются цистерны в поезде. И поодиночке каждая часть упала в Юпитер. До сих пор это место, куда упала комета Шумейкера Леви, колышется на Юпитере. Гибель кометы Шумейкера Леви стала самым красочным, самым устрашающим явлением в ближайшем нам космическом пространстве. Юпитер поглотил обломки, которые оставили на нем следы, видимые даже в любительский телескоп. В результате падения самого крупного обломка на поверхности атмосферы расплылось пятно диаметром около 12 тысяч километров. Это почти сравнимо с диаметром Земли, который составляет 12 742 километра. Сила только этого взрыва составила 6 миллионов мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 750 раз больше всего ядерного потенциала, накопленного на Земле. И вся эта мощь могла обрушиться и на нашу планету. Юпитер, крупная планета, имеет большую гравитационную силу. Как пылесос он перехватывает большую часть опасных космических тел. Этот поезд тоже был затянут в гравитационное поле. Куски падали на планету в течение недели. Если бы один из них упал на Землю, наша цивилизация была бы уничтожена. Примерно так же, как когда-то динозавры. Около 98% всех астероидов имеют орбиты между Марсом и Юпитером и вращаются в главном поясе астероидов. Теоретически, только объектов диаметром 1 километр насчитывается более миллиона. Количество более мелких установить вряд ли возможно. Однако всё больше исследователей сходятся во мнении, что именно это опасное соседство и стало в своё время причиной марсианской катастрофы. На Марсе раньше наверняка была жизнь, но из-за жестокой бомбардировки метеоритами он превратился в холодную пустыню. И мы в какой-то степени должны быть благодарны ему за то, что наша планета процветает. И, наконец, мы должны быть благодарны планетам-гигантам, которые перехватывают большие астероиды, опасные для нашей жизни. Исследователь Джафар Аркани Хамед из Канадского университета МакГилла, проведя колоссальную работу, пришёл к выводу, что около 4 миллиардов лет назад Марс столкнулся с астероидом до тысячи километров в диаметре. Сильнейший удар, сопоставимый по мощности с миллионами миллиардов водородных бомб, навсегда изменил Красную планету. В результате этого колоссального столкновения полюса сместились приблизительно на 90 градусов и оказались вблизи бывшего экватора. Его идею поддерживает и член Нью-Йоркской академии наук Александр Хазен. Картину можно написать совершенно невероятным, фантастическим апокалипсисом. Значит, у вас происходит удар. Волна, значит, бежит по этой поверхности, по внутренности Марса. Там же циркуляция в Марсе изменилась, в ядре. Понимаете, там же всё поменялось. Бежит волна. Значит, она не успевает даже, только начинается выплёскивание океана, тут она отражается, возвращается обратно. Значит, всё это выплёскивание разбивается. Понимаете? Значит, там, на противоположной стороне, выпячивается эта гора. Я вам сейчас покажу. Её стенки как вырезаны. Понимаете? Значит, здесь, значит, вот эта впадина, этот кратер Эллада, значит, невероятный по размеру. Вот так выглядит самый большой на Марсе кратер Эллада. Учёные считают его результатом этого катастрофического столкновения. Он представляет собой чашу диаметром около двух тысяч километров, глубина которой доходит до девяти километров. Наряду с кратерами Исида и Аргир, он считается и самым крупным в Солнечной системе. И именно это, невероятная по силе космическая катастрофа, по мнению астрономов, не оставила шансов ничему живому. Удар, значит, этого астероида по Марсу оказался совершенно уникальный по энергии, по мощности. Марс, была на нём жизнь? Очень высокая вероятность, что было. Ничего бы не ощутил, погиб бы мгновенно, потому что, значит, мгновенный дикий потоп, дико задохнулся, потому что практически мгновенно падение. Ну, очень достаточно, ну, мгновенно не то слово, но достаточно быстрое падение. Так же, как и Марс, Земля не однажды сталкивалась с крупными метеоритами, что приводило к глобальным катастрофам. Но до полного уничтожения жизни на планете всё же не дошло. Недавно международная группа учёных смоделировала ситуацию, которая послужила причиной вымирания динозавров. Результаты оказались поразительными. Судя по расчётам, около 160 миллионов лет назад огромный астероид диаметром примерно 170 километров столкнулся с другим. 60 километров поперечники и развалился на множество маленьких осколков. Один осколок упал в Луну, образовав кратер Тихо. Другой 10-ти километровый осколок приблизительно 65 миллионов лет назад достиг поверхности Земли. По оценкам специалистов, столкновение Земли с астероидом от полутора километров поперечники приводит к глобальной катастрофе. Температура воздуха резко упадёт, что приведёт к гибели практически всего живого. Такие катастрофы на Земле были. Но, к примеру, можно перевести случай вымирания динозавров, который произошёл как раз 65 миллионов лет назад. При столкновении метеорита с Землёй образовался кратер диаметром 180 километров. Находится он на территории современной Мексики и носит название Чиксулуп. В результате падения было уничтожено до 70% всех биологических видов на Земле. Динозавры вымерли за рекордно короткий срок. Если подобное произойдёт в наше время, человеческая цивилизация окажется до грани вымирания. Астероид достаточного размера вызовет такой выброс пепла в воздух, что начнётся ядерная зима. Пелена из пыли накроет Землю, заблокирует солнечный свет и, следовательно, остановит фотосинтез. Люди не обязательно умрут от попадания в них метеорита или от взрывной волны. Они умрут потому, что это уничтожит экосистему и на несколько лет изменит климат. Сегодня на предотвращение метеоритной угрозы направлены усилия на государственном уровне. Космическая обсерватория Соха за 10 лет обнаружила более полутора тысяч комет, которых до этого никто не заметил. Но даже постоянное наблюдение за глубинами Вселенной не даёт стопроцентной гарантии того, что опасного гостя заметят вовремя. К случаю Челябинского, почему он не был обнаружен? Хотя он крупнее, он 17 метров поперечники. Дело в том, что этот астероид, метеороид, шёл со стороны Солнца, а наземные телескопы, наземные наблюдательные станции могут видеть только ночную сторону неба. Для того, чтобы обнаруживать объект, причащийся со стороны Солнца, со стороны, как говорится, светлой части неба, должны существовать группировка орбитальных телескопов. Непредсказуемой, а потому более опасной, специалисты считают кометную угрозу. Орбиту астероида можно рассчитать задолго до приближения к Земле. А новая комета, открытая за считанные месяцы или даже недели до момента опасного сближения, летящая по не вполне предсказуемой траектории, может стать настоящим кошмаром для человечества. 30 июня 1908 года небесное тело вошло в земную атмосферу со скоростью примерно 50 тысяч километров в час. В месте его прохождения воздух нагрелся до 25 тысяч градусов по Цельсию. До земли тунгусское тело не долетело. Однако ученые подсчитали, если бы оно ворвалось в атмосферу Земли несколькими часами ранее, то удар пришелся бы на Санкт-Петербург. Площадь пострадавшего в сибирской тайге леса даже превышает размеры тогдашней столицы России. Но и это не все. Если бы тело было немного больше, тогда катастрофа была бы уже не только региональной. Масштабы трагедии ощутили бы и другие государства. Так что же произошло 30 июня 1908 года? В последнее время все больше исследователей склоняется к тому, что в небе над подкаменной Тунгусской взорвалась комета. Что такое комета? Это сгусток снега, льда, вот такого пузырчатого, рыхлого льда, в который включены импрегнированные космические частицы. Размеры ядра кометы обычно 5 километров, 10, в 30 очень редко. Так вот, она, проходя атмосферу, это же лед нагревается, а скорость тоже 10 километров в секунду, она испаряется и взрывается. Вот единственное, что можно уподобить, что это попала на нас вот комета, это Тунгусский метеорит в кавычках. Космический ураган на много лет превратил тайгу в кладбище мертвого леса. Мощность взрыва оценивается в 40-50 мегатонн, что соответствует энергии самой мощной водородной бомбы. На огромной территории, от Енисея до Атлантики, необычные световые явления создали эффект светлых ночей даже там, где их прежде не было. Вот сейчас считают, что это километров 6, 7, 10 был взрыв. И воздушная волна, значит, все уложила, все деревья эти. А никаких следов нет, лед-то не остает ничего. И вот с тех пор, сколько не ищет, ничего не нашли. Но больше следов падения комет нет реальных. Метеоритов есть, астероидов есть, а комет нет. Потому что они же ходят по очень вытянутым эллиптическим орбитам. Однако столкновение с кометой опасно не только масштабными катастрофами и разрушениями. Ученые с опаской констатируют, что космический гость несет в себе и неизвестную бактериологическую угрозу. Я считаю самой большой угрозой, то есть реально существующей угрозой, которая раз за разом случается, имеющей отношение к космосу, это появление чужих, чужеродных образцов жизни. Что происходит, на мой взгляд, с завидной, точнее, незавидной регулярностью. Мы догадываемся, что, скорее всего, и жизнь на нашу планету была когда-то занесена вместе с кометами. В законсервированном виде эта жизнь может попасть на Землю и, скорее всего, она регулярно, ну, самыми большими метеоритами и попадает на Землю. Известно, что ядро кометы состоит изо льда. Но лед в космосе не образуется. Выходит, что ядро формируется в результате катастрофы на какой-нибудь планете, где есть вода. Именно в это время, по мнению ученых, инопланетные частицы и попадают на комету, с которой потом путешествуют по галактике. Но какими могут быть последствия от такого обмена с другими планетами? Внеземные космические эпидемии могут привести к исчезновению больших популяций животных. И я думаю, что метеориты уничтожили динозавров и многие другие виды животных не путем прямого попадания и прямого уничтожения, а путем занесения очередной порции внеземной жизни. И вот такие внеземные прививки в очередной раз лично мне доказывают, что мы с другими космическими цивилизациями, возможно, находящимися в космосе, действительно находимся в родственной связи. Микробиологи до сих пор не могут с точностью сказать, что представляет собой вирус. И только одно утверждают уверенно, это особая форма жизни, которая способна размножаться только в чужом для нее организме. На сегодняшний день известно около двух тысяч разновидностей вируса. Но список этот постоянно пополняется. Новые вирусы заносятся к нам из космоса. Я не буду сейчас говорить о кометах или конкретно о метеоритах, скорее всего. Кроме того, мы забываем о такой очень сложной вещи, как космическая пыль, которую мы не видим. Когда упал метеорит, там, Челябинске все видели, да, а то, что на Землю ежегодно падает 100 тонн космической пыли, этого никто не замечает. Она невидимая. А что такое пыль? Это микрочастицы, в которых может быть что угодно. По предположению ученых, микроорганизмы попадают на Землю не только с упавшими телами. Когда комета пролетает рядом с Землей, бактерии и вирусы сдуваются с нее солнечными ветрами и оказываются на нашей планете. Это кажется невероятным, но последние исследования дают ученым возможность предполагать, что все серьезные эпидемии занесли на Землю космические гости. Этим можно объяснить раз за разом возникающие такие интересные совпадения, когда одновременно на разных континентах в один и тот же день возникают одинаковые эпидемии. Я сейчас говорю об эпидемии, атипичной пневмонии, которая случилась в 2003 году аккурат в том районе, над которым пролетал Витимский метеорит. То есть там, где он пролетал, возникали эпидемии. Там, где он упал, были эпидемии, то есть всплеск, нефрологические болезни и многих других болезней через запятую. По последним данным, жертвами атипичной пневмонии 2003 года стали более 900 человек. В основном в Юго-Восточной Азии. Однако, несмотря на усилия биологов, вакцины от этого заболевания так и не была найдена. Ученые вынуждены констатировать, что вирусы постоянно меняются, появляются все новые их разновидности, иногда смертельные для человека. Микробиологи все чаще приходят к выводу, это пришельцы из далекого космоса. И прежде всего, потому что они не подчиняются никаким земным законам. Помните, начало 2003 года, земляне находились тогда в шоке, потому что понимали, медики понимали, что спастись от внезапно, непонятно откуда случившейся, непонятно какой болезни, от которой у нас не было никакого иммунитета, спасения не было никакого. Но как только наступила осень и зима, это внезапная атака прекратила сама самой, просто потому что столкновение с нашим климатом, с нашей реальностью и с нашими микробами, к которым мы привыкли, но которые не менее агрессивны к жизни чужой, вот этого столкновения в жизни неземная пережить не смогла. Пытаясь понять, как бороться с космическими вирусами, ученые провели серию уникальных экспериментов. При расшифровке человеческого генома они обнаружили в нем атовизмы, оставшиеся от древних вирусов. Причем количество их огромное, около одной десятой части. Эти вирусы не употребляют пищу. Они похожи на примитивные существа, которые ищут живую клетку, чтобы встроиться в нее. За миллионы лет вирусы отлично адаптировались в наших климатах. Но кто и зачем поставил перед ними такую задачу? Каждый из нас болел всю жизнь гриппом. Что такое грипп, вирус гриппа? Это сплошное ДНК. Это вне клеточная форма жизни. Там даже у вируса нет даже клетки одной. Есть только ДНК. Вирус попадает в клетку живую и заставляет ее производить ему подобные вирусы. Через некоторое время наш иммунитет с вирусом справляется. Вирус погибает. Но его ДНК навсегда остается в нашем организме. Единственное, что ученые могут сказать с уверенностью, не все вирусы, занесенные из космоса, смертельны. Иначе человечество на Земле давно бы вымерло. Подобные образцы, попавшие на Землю, были для нас благодатны, потому что благодаря им Земля насытилась жизнью, и жизнь стала здесь процветать. Но единожды заселив в результате панспермии жизнь на планете, вот это заселение не прекратилось. Оно продолжается нон-стопом. И не надо думать, что все последующие заселения однозначно негативны. Астрофизики подсчитали. Пролетающие кометы сбрасывают на нашу планету миллиарды микроорганизмов. Они содержатся в ледяных осколках, которые попадают в атмосферу. Но стоит им попасть в подходящую среду, такую, как теплый водоем. И смертоносные вирусы оживают. Вирус выживает даже в условиях абсолютного нуля, абсолютного вакуума, без какой-либо энергетической поддержки. У него есть очень интересная способность. Когда среда неблагоприятна, он превращается в микрокристалл. И существует как кристаллическое вещество, как неживой объект. Как только он попадает в благоприятную среду, он тут же оживает и начинает плодиться. В декабре 2013 года астрономы всего мира с тревогой ожидали сближения Земли с кометой Айсон, которую некоторые исследователи считали частью большой кометы 1680 года, или Черной кометы. После ее появления в 1347 году Европу, Азию и Китай в течение 12 лет терзала чума. Спустя 333 года ее опять наблюдали над Европой, где снова началась эпидемия. Комета Айсон должна была стать самой большой кометой 2013 года и самой яркой начала 21 века. Однако некоторые ученые ждали от нее и новых эпидемий. Но трехкилометровое тело кометы Айсон массой в миллиарды тонн неожиданно испарилось вблизи Солнца. Астрономы сошлись на том, что космическое гостье не имело никакого отношения к Черной комете и впервые вошла в пределы Солнечной системы. А прилетела она к нам из облака Оорта, области, из которой появляется большинство комет. К нам часто приходят гости из далекого космоса, из облака Оорта, так называемые долгопериодические кометы. Вот наподобие кометы Айсон, которая недавно прилетела, или кометы Еленина. У них период порядка десятки тысяч лет. И орбиты мы их не знаем. Мы не знаем, сколько находится там комет в этом облаке Оорта. И вот, когда комета прилетает из облака Оорта, она может вполне и направиться прямиком к Земле. В том, что обломки этой кометы достигли Земли, нет никаких сомнений. Но какие микроорганизмы при этом нас накрыли, и грозит ли человечеству новая эпидемия, никому неизвестно. На сегодняшний день известны 50 комет, которые могут пересечь орбиту нашей планеты. Около 20 метеоритных потоков каждый день проходят от нас в опасной близости. Астрономы каждый день фиксируют новых пришельцев из далекого космоса. А в октябре 2013 года об угрозе столкновения Земли с астероидом объявили российский сотрудник Крымской обсерватории Геннадий Борисов и астроном-любитель Тимур Кричко. Мой приятель, у которого телескоп стоит в Чили, захотел не только картинки получать, но и искать астероиды. Мы с ним начали вместе искать. Он фотографировал, а я эти изображения просматривал, искал на них объект. И вот мы очень быстро нашли астероид, который впервые в истории отечественной, ну, всего СНГ, всей Российской империи, объект, который попал вот в этот список на короткое, не длительное время, в список опасных для Земли астероидов. Прогнозировалось, что в 2106 году этот объект будет опасен и может столкнуться с Землей. На момент обнаружения астероид открытый Кричко превосходил по степени опасности даже знаменитый Апофис. Судя по расчетам, в 2034 году глыба должна пронестись всего в 4 тысячах километров от Земли со скоростью 15 километров в секунду. Последствия возможного столкновения будут непредсказуемыми. Он становится практически на месяц самым опасным в перспективе объектом вообще для Земли. Но время идет, долго он в этом списке, то меньше у него вероятность столкновения, то больше. То есть запас у нас был 19 лет вот для его столкновения. 3-4-й год, да, у нас кажется? Да, вот в 3-4-м году он должен был столкнуться. И вдруг потом, в конце концов, все равно какие-то дополнительные наблюдения поступили, и он резко из этого списка улетел и исчез. В настоящее время зафиксировано несколько астероидов, которые входят в группу риска по вероятности столкновения с планетой Земля вплоть до 2060 года. Один из них – легендарный Апофис. Вероятность столкновения Апофиса на первых парах с Землей оценивалась примерно в 3%. И вот этот астероид Апофис получил тогда 4 балла по шкале, по Туринской шкале астероидной опасности. Это пока занесено в книгу рекордов Геннесса. Ни один большее объектов никогда не получал 4 балла. Сейчас обычно, если открывается новый объект и в нем достаточно сформаться, что он может угрожать Земле, он максимум может получить 1 балл. Апофис, открытый еще в 2004 году, давно вызывает опасения ученых. Астероид размером от 200 до 400 метров подойдет к Земле на опасное расстояние в 38 тысяч километров 13 апреля 2029 года. Мы даже сможем наблюдать его невооруженным взглядом. Он в 2029 году, 13 апреля, прилетит на очень опасном расстоянии Земли, на расстоянии всего лишь в 32 тысячи километров от поверхности Земли. Он будет виден невооруженным глазом, может сбить даже какой-нибудь гео-стационарный спутник. Но с Землей он точно не столкнется. Но при этом у него орбита сильно изменится после сближения с Землей. И примерно через 7 лет его ждет повторное возвращение с Землей. Что во время сближения с Землей в 2029 году Апофис попадет в так называемую гравитационную замочную скважину. Это ловушка, где под воздействием земного притяжения космическое тело может развернуть в ином направлении. И если это случится, то в 2036-м орбита Апофиса пересечется с Земной. Если тело находится в радиусе действия гравитационных сил планеты, то есть когда эти гравитационные силы, они уже оказывают существенное воздействие на тело, и, соответственно, там вероятность уже столкновения с планетой, она очень велика. И в этом плане этот коридор, хотя он кажется нам гигантским, это миллионы километров и от миллионов до тысяч. Если, положим, тело находится где-то на расстоянии порядка ста тысяч километров, то уже влияние, допустим, гравитационной планеты или Земли, оно значительно увеличивается. То есть вероятность столкновения, оно там увеличивается довольно-таки многократно. Но даже если Апофис не столкнется с Землей в 2036-м году, по расчетам астрономов, эта угроза может вновь возникнуть в 2051-м, 2058-м, 2066-м, 2074-м и 2089-м годах. Однако наряду со смертоносным Апофисом недавно ученые зафиксировали еще одну угрозу, которая может уничтожить нашу планету. Несколько лет назад голландский астрофизик Пирс Вандер Мейер заявил, что Солнце взорвется в ближайшем будущем. Согласно его расчетам, температура нашего светила за несколько лет увеличилась почти в два раза. Сравнив Солнце со сверхновой, голландец отвел человечеству всего шесть лет. Сегодня исследователи выдвигают самые различные теории относительно будущего нашего светила. По одной из гипотез, Солнце постепенно увеличивается в размерах и становится горячее. В итоге оно увеличится в 30 раз и превратится в красного гиганта. Его яркость возрастет в тысячу раз. При этом измененная звезда расплавит нашу Землю и ближайшие планеты. Земля находится в комфортной зоне удаления от Солнца. Поэтому жесткое излучение до нас не доходит в такой степени, чтобы пробивать все защитные слои. Мы в зеленом поясе, там, где возможны разные формы жизни, в том числе и белково-нуклеиновая. И наши тела состоят из этих молекул. Поэтому жизнь у нас процветает. Процветала и, надеемся, будет процветать, пока Солнце не увеличится в размерах. А на это нужно миллионы и миллиарды лет. Тогда интенсивность облучения возрастет. Возможно, что Земля перегреется. И многие формы жизни здесь исчезнут. Однако не все согласны с этой гипотезой. Некоторые исследователи убеждены, что со временем Солнце превратится в белого карлика и станет размером с Землю. Оно останется в центре нашей Солнечной системы, но светить будет гораздо слабее. И, в конце концов, все планеты охладятся и замерзнут. В истории Земли были периоды обледенения, когда вся Земля покрывалась панцирем льда. Многие формы жизни, 99% погибали. 1% оставался. И этот процент сохранял генный материал, из которого дальше можно снова слепить новую снежную бабу. Условно так говоря. Потому что гены сохранялись у простейших. И в нашем организме те же самые гены, что у простейших микроорганизмов. Но и до этого момента у Солнца будет шанс погубить Землю другим способом. Последние расчеты астрономов говорят о том, что стоит температуре звезды увеличиться хотя бы на пару градусов, это может привести к тому, что океаны превратятся в пар, а все живое погибнет от шажда. Жизнь тел Солнечной системы, планет, подвержена своим ритмам, своим процессам. И планета Земля не исключение. Вот сейчас длительный постледниковый период, когда статус-кво соблюдается, когда наиболее благоприятные условия для процветания всех форм жизни. Никто не может гарантировать, что через какое-то время в Землю не врежется большой астероид, или какой-то еще катаклизм космического порядка может произойти, который сразу же сдвинет этот статус-кво в неустойчивое положение, и начнется осыпание биоты. Потому что все взаимосвязано. Все цепочки, пищевые цепочки нарушатся, и маленькие организмы, а за ними и крупные организмы, все осыпятся. И нужно будет начинать заново выстраивать эту песочницу. Однако, многие ученые обнадеживают. До того, как наше светило потухнет окончательно, остается еще 7,5 миллиардов лет. Если за это время человечество не уничтожит себя, то уже выйдет за просторы Солнечной системы. Мы, как цивилизация, претендующая на название разумной, все еще находимся на стадии смертной цивилизации. Разумная цивилизация перестает быть смертной, перестает быть одноразовой, тогда, когда она перестает населять одну планету. То есть, как только человечество получит колонии на других планетах, причем самостоятельные колонии, не важно где, на Марсе, на спутниках Юпитера, может быть, на других звездных системах, как только у нас часть людей будет жить отдельно от Земли, мы будем бессмертной космической цивилизацией. Но далеко не все согласны со столь оптимистическими прогнозами. Согласно расчетам французских астрономов, до гибели нашего светила остается не более 70 лет. В последнее время ученые наблюдают значительный рост солнечной активности и стремительное увеличение количества солнечных пятен. Следующие сто лет грозят нам мощнейшими магнитными бурями, а это может привести к крупным техническим авариям и прежде всего отключению электросетей. Такое уже случалось. В 1989 году во время повышенной активности Солнца во тьму погрузились дома почти 6 миллионов жителей канадского Квебека. Вот позавчера передавали, что самая, мол, сильная магнитная буря будет за 10 лет, но она миновала как-то с Землей, я не очень понимаю, как. Они бывают все время, когда на Солнце происходит выброс солнечного ветра. А это плазма, это ионизованная плазма, это электроны, протоны. Они выбрасывают со скоростью 1200 километров в секунду. И они могут пробить магнитное поле Земле. Современный человек в любой момент может остаться без благ цивилизации, света, тепла, воды. Все чаще происходят мощные аварии, которые обесточивают целые города. Как считают исследователи, оборудование не выдерживает нагрузки солнечных магнитных бурь. Ученые утверждают, 500-кратное солнечное излучение для Земли вовсе не фантастика. Именно такую мощность излучают сверхновые звезды. Те, что взрываются ежедневно в нашей Вселенной. За несколько секунд вспышки высвобождается столько энергии, сколько Солнце выделяет за 10 миллиардов лет. Сверхновые — это очень большие звезды, гораздо больше нашего Солнца. Мы предполагаем, что вокруг них вполне могут существовать планеты, вращающиеся по орбите. Однако взрыв сверхновой обязательно уничтожит все ее спутники, все планеты, которые вращались вокруг нее. Если предположить, что на орбите такой звезды была планета, подобная Земле, то взрыв такой силы ее бы уничтожил. Если бы Солнце взорвалось, это пока не должно произойти. Но, допустим, тогда жизнь на планете Земля была бы полностью уничтожена. Большинство наблюдаемых вспышек сверхновых сопровождаются гамма-всплесками. Именно эти излучения, по мнению ученых, и представляют смертельную опасность для всего живого. Если вспышка произойдет достаточно близко к нашей планете, например, на расстоянии 100 световых лет, гибель будет неизбежной. Мощный поток радиации сожжет верхние слои атмосферы. Озоновый слой исчезнет, и все живое сгорит. Согласно одной из гипотез, 443 миллиона лет назад луч мощного излучения, образовавшийся при вспышке сверхновой, направился в сторону нашей планеты и стер с ее лица почти все живое. А в 2012 году ученые обнаружили в годовых кольцах кедров и в полярных льдах бериллии. Доказательство того, что в 8 веке на Землю обрушился сильнейший поток радиации. По оценкам некоторых специалистов, серьезную угрозу Земле, в частности, от гамма-излучения, могут принести только сверхновые звезды, если вспыхнут на гораздо близком расстоянии, порядка 8 парсек. там 8-20 парсек. Ну, 1 парсек, это примерно 3,5 световые года. В окрестностях нашего Солнца, если взять расстояние, там, в 20 парсек, общее число звезд не так велико. Как показывают исследования, гамма-всплески – явление достаточно редкое. В каждой галактике они происходят не чаще, чем раз в 100 тысяч лет. Для того, чтобы вспыхнула сверхновая и сожгла там жизнь на Земле, нужны объекты, которые являются кандидатами сверхновых на небольшом расстоянии от Солнечной системы. Реально, ближайший кандидат – это Батальгейза, Альфа-Ориона, сфергигант красный, который эволюционирует, похоже, в сторону взрыва. Но на том расстоянии, на котором находится эта звезда, да, мы будем видеть ярчайшую звезду, примерно как Луна, может быть, даже ярче. Практически вот черное небо на месяц исчезнет. Однако некоторые ученые уверены, гамма-излучение способно преодолеть расстояние до 13 миллиардов световых лет. То есть его источник может находиться в самых отдаленных уголках космоса, которые способны разглядеть современные телескопы. Но даже преодолев такой путь, этот луч не станет менее опасным. На других системах звездных свои параметры излучения. Поэтому любая сверхновая, которую мы можем наблюдать в телескоп, если взрывается, и на нас попадает луч вот этого излучения, гамма, то он может и на Земле привести к повышенному гамма-фону и мутациям, и даже гибели некоторых живых организмов. То есть дальний космос тоже может на нас воздействовать. Губительное для всего живого внешнее воздействие в последние годы растет стремительно. Причина тому истончение озонового слоя, которое защищает нас, будто экран. Его толщина не более бумажного листа, но именно он оберегает Землю от вредных солнечных излучений. Земля постоянно подвергается ультрафиолетовому и другим излучениям. Очень слабое гамма-излучение идет от Солнца, незначительное. Сверх-СВЧ излучение идет и так далее. Те излучения, которые нам известны. Но самое сложное для нас, для землян, для жизни в целом, это ультрафиолетовое. Оно убивает живые клетки. Исчезновение озонового слоя повлечет за собой непредсказуемые последствия. Вспышки раковых заболеваний, генные изменения у растений и животного мира. Как выглядят мутации под влиянием радиации, человечеству хорошо известно. Как вы знаете, где вообще даже птицы появились, которые живут в норах и из нор не хотят вылезать. Бескрылые уже. Потому что они радиоактивностью поражены и мутируют очень быстро. Хотим мы таких мутаций для человека? Наверное, нет. Уменьшение концентрации озона лишь на 1% вдвое увеличит интенсивность ультрафиолетового излучения на Земле. При этом жесткий ультрафиолет непоправимо разрушит ДНК человека. Солнечная радиация вызывает мутации. В клетках ломаются хромосомы, перестраиваются части хромосом. Некоторые гены блокируются или вовсе выпадают из активной фазы под воздействием солнечной радиации. Поэтому некоторые онкологические заболевания возникают при интенсивном солнечном облучении или даже генные сбои. Каждую минуту Землю атакуют пришельцы из космоса. Астероиды небольших размеров постоянно бомбардируют земную атмосферу. Солнечная и космическая радиация разрушает защитные слои атмосферы. Кометы из самых отдаленных уголков Вселенной несут с собой вирусы опасные для всего человечества. Именно они заставляют землян строить бункеры, запасать еду и воду на случай внезапной катастрофы. Какой неприятный сюрприз нам стоит ждать уже завтра. И сможем ли мы избежать участи динозавров? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok